Вредители Вредители в сельском хозяйстве То есть те насекомые Которые могли уменьшать урожай Портить сельскохозяйственные культуры Но вот это вот Я бы сказал отсылка К чему-то злодейскому Но со стороны стихийных Природных сил Коими являются насекомые Или всевозможные Биологические вредители Она показывала Как советская система Расчеловечивает человека Она низводит человека До уровня чего-то животного Что может вредить И портить И мешать советской власти Создавать какой-то Совокупный общественный продукт Вредители появились в конце 20-х годов Самое громкое дело Которое открывало эту тему Это был шахтинский процесс И шахтинский процесс как раз обвинял Инженеров и тех Кто работал на шахтах в том Что они сознательно выводили Из строя оборудование Сознательно портили оборудование Сознательно действовали В направлении создания аварийных ситуаций Аварий на шахтах А на шахтах аварий хватало и тогда и сейчас Но нужно было найти Так называемый злой умысел И советская власть Все свои хозяйственные неудачи Приучилась объяснять вредительством И вредительство было наиболее часто Употребимой статьей Вот в процессе расследования Так называемых аварий Либо на транспорте Либо на производстве Более того В 27-м году даже было Принято специальное решение Что дела о вредительстве Будут расследоваться органами госбезопасности То есть органами ОГПУ А руководители ОГПУ Например, Менжинский Они издавали соответствующие циркуляры Где было сказано, что любая авария Любое происшествие на производстве Должно рассматриваться Прежде всего под углом Изучения не было ли это вредительством Но это своего рода политическая установка Конечно, в Советском уголовном кодексе Статья, карающая за вредительство Оставалась и после сталинского законодательства То есть в 60-м году В новом кодексе РСФСР В уголовном кодексе РСФСР Была статья 69 Которая карала за вредительством Я специально интересовался Практически никто не был по ней осужден То есть своего рода вредительство Это был такой, я бы сказал, бренд Который был моден в сталинские годы Но он совершенно вышел из моды Уже в позднесоветские времена И эта статья практически не применялась Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин